В минувший понедельник вся планета отметила Всемирный день головного мозга. Эта дата призвана повысить внимание общества к вопросам здоровья человеческого мозга. Одной из патологий, представляющих для него огромную опасность, является инсульт. О его признаках, первых шагах при появлении симптомов в нашем следующем материале выпуска. Юрия Алексеевича инсульт сразил прямо на работе. Он до сих пор хорошо помнит тот день. У меня щека сначала, потом нога, потом рука уже. Ну, скорую помощь вызвали сюда, пришли. Ну, вот здесь потом протерили, тромболизм, ну что-то такое. Ну, а сейчас я на реабилитацию уже. Юрию Алексеевичу очень повезло, что коллеги тут же распознали первые признаки. Проблемы с мимикой, речью, паралич конечности. И тут же вызвали скорую. Это особенно важно при лечении инсульта. Ведь нужно доставить человеку в клинику не позже, чем через 4,5 часа. Поэтому привывшие медики для постановки точного диагноза могут онлайн проконсультироваться с коллегами. Есть дистанционный центр по консультации неврологов и фельдшеров. Тоже отбираем пациентов тем, которые требуются какое-то вмешательство. На брахиоцефальных сосудах, на головном мозге. Забираем на себя тех больных с инсультом, которым нужно оперировать. Всё это вкупе с современным оборудованием, а также профессионализмом врачей, помогает Верхневолжу снижать смертность при инсульте. В месяц в областной больнице лечат 100-120 таких пациентов. А в 8 муниципальных отделениях немного поменьше. От 50 до 80. Важным фактором является максимально быстрое начало процедуры реабилитации. Со вторых суток также начинаются мероприятия о ранней реабилитации. То есть сейчас у нас во всём мире тенденция и в России, конечно же, на более раннюю и быструю активизацию пациента, чтобы интегрировать его в общество и больше было возможностей к восстановлению. Ну и, конечно, огромную роль в борьбе с инсультом играет профилактика. В первую очередь это касается граждан в возрасте старше 40 лет, которые часто сталкиваются со стрессами на работе, имеют проблемы с давлением, те, кто мало спит. Таким точно не стоит лениться и хотя бы раз в год проходить медосмотр.